это один из двух самых знаменитых нашей истории самозванцев субтильно но подтянуты без переднего зуба то есть тот еще государь император а ты же это кто тогда я говорит государь петр федорович вокруг него собралось то ли 40 то ли 80 дейских казаков которые сказали вот ты наш государь веди нас футбола не было шопинга не было как снять стресс непонятно стресс у тебя каждый день а все почему потому что бабы на троне писали в петербург своих рапортах генералы что они такой вот хитрости прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали ему готовили специальное жаркое с луком с чесноком и пугачев так проникся к этому шишковскому говорил вот ты с уважением камня я тебе все расскажу как на духу тема у нас сегодня такая нелюбимая для меня скажу честно потому что я привык рассказывать о героях которые мне нравятся старыми симпатичные а здесь герой так себя я говорить о нем не хотел эту тему проскочили но в комментариях и в письмах даже скульптуры переслали несколько писем люди от руки пишут не поверите до сих пор постоянно просьба рассказать об этом человеке об этом явлении я не могу сказать что человек мне чем-то симпатичен он интересный очень необычный герой но не он герой нашего романа и явление сложное мягко говоря и еще об этом очень много говорили в советских учебниках вот пугачевского восстания изображали школьники право никогда это не запоминали тем более что название городов населенных пунктов менялась я пробегу очень кратко мы понимали что происходило обычно пишут три года пугачевского восстания на самом деле один год почти 365 дней там с точностью до двух-трех дней длилось собственного восстания пугачева при этом все это было так глубоко идеологизировано то мы же помним как в советской школе народный герой восстание крестьянская народная война скорее правда что это война но уж точно не крестьянск потом пост советские годы начинались такие прокурорские разоблачения 70 лет нам рассказывали неправду и мифы убийцы душегубе кровавом маньяке которые детей резал на животы вспарывал беременных ну и прочее прочее как обычно у нас качали качнули с другую сторону а потом всем стало все равно потому что какая разница то ли он герой то ли душегубец мол думайте сами решайте сами сами делайте из этого выводы поэтому хотя есть тяжелым сердцем я решил все таки в рамках нашего цикла по многочисленным просьбам трудящихся об этом явлении пугачевщина восстание и конечно человеке по мере сил рассказать но при этом попытаться не уходить в детали движению армии пугачева тем более что армии было несколько были многочисленные отряды жирными красными стрелками показаны движение так называемых основных сил но это была малая часть повстанцев поговорить о причинах поговорить о предпосылках этой крестьянской войны поговорить о том кем он был пугачев что это был за человек все-таки стараемся больше рассказывать о людях персонаж он заметный это один из двух самых знаменитых нашей истории самозванцев разин не был самозванцем разин под своим именем уже дмитрий мы до сих пор ведь не знаем на самом деле кто он был весь официальная версия и масса неофициальных один из самых двух знаменитых самозванцев человек который поднял россию на дыбы если мы посмотрим с вами на максимуме карту пугачевского бунта или народной крестьянской войны мы увидим что она охватила огромную территорию все незаселенные территории все население здесь начиная от урала приблизительно и до нижнего новгорода почти до тамбова до астрахани это территория восстания вот посмотрите шадринск это курганская область уже современно тут здесь вот екатеринбург тюмень рядом ну естественно уфа южный урал оренбург вот где все началось яицкий городок условная столица я искал казачьего войска вниз каспийскому морю и вот сюда пошло царицын сейчас город я думал кто-то скажет соленград волгоград саратов пенза саранск ульяновск ставрополь это примерно тольятти казань почти до нижнего москва готовилась к обороне ксимов дворянская россия действительно очень боялась восстание было невероятным по своей жестокости с двух сторон сравнить можно наверно только с гражданской войны по степени ожесточения между воевавшими сторонами начнем с того что пугачёв самозванец сейчас самозванство это отдельная история самозванство во всем мире есть есть монархии но как-то так получилось что в россии самозванцев было больше гораздо чем в европе какие причины самозванцев главное какая как вы думаете захват власти это цель а причина то что никто не знал как выглядит царь не было же ни интернета не телевизора знали что есть царь государь петр федорович третий внук петра великого вроде бы из немцев но они там все не поймешь эти дворяне в петербурге то ли русские то ли немцы наполовину а как выглядел петр третий петр третий был гораздо старше пугачева если бы это был он мы не знаем кстати сказать сколько лет пугачева потому что в энциклопедиях написано 1742 года рождения это условная дата это из его собственных показаний в которых он путался посчитайте пугачев призван на семилетнюю войну а призывали тогда в 18 лет получалось его должны были призвать уже к концу войны к самому это явно не так на самом деле был старше даже если представить что на несколько лет старше чем в энциклопедиях в википедиях написано все равно он намного моложе петра третьего никого не смущал кто не знал как петр третий выглядит поэтому первая причина самозванства это отсутствие информационного общества как бы сейчас сказали затем всегда самозванцы появлялись когда ослабевала сакральность власти основной момент появления самозванцев это пресечение династии рюриковичи и появление неприродного царя не настоящего бориса годунова тут же появляется один за другим лжедмитрий там были не только лжедмитрий там были лжедругие царевичи просто лжедмитрий наиболее известны затем период ранних романовых еще они не укрепились народном создании тоже были самозванцы и наконец самозванцы появляются в 18 веке прямо порциями партиями в огромном количестве когда власть петербурге становится какой-то странной какая-то женская власть какие-то непонятные анны иоанновны анны леопольдовны екатерина бывшая непонятно то ли поломойка кухарка прислуга как она вообще там оказалась не надо думать что народ воспринимал это как само собой разумеющееся ну конечно соглашались но не верили не верили царь не настоящий это давало почву для появления все новых новых самозванцев ну и вот наконец-то наш герой пугачев кто помнит есенина и мощные у него есть поэмы героем который выступает хлопуша реальных исторических персонажей вот он попал пугачевский лагерь рассказывает как он сидел в тюрьме к нему пришел губернатор и предложил стать современным языком наемным киллером то есть он его отпустит и даст там серебра если хлопуша будучи сам разбойником проберется в лагерь пугачев и убьет его вот губернатор рассказывает хлопуши там в ковыльных просторах ревет гроза от которой дрожит вся империя там какой-то пройдоха мошенник и вор вздумал вздыбить россию ордой грабителей далее он ему обещает обещает и вот хлопуши рассказывает что уже три ночи пробиваясь сквозь тьму я ищу его лагерь и спросить мне некого проведите проведите меня к нему я хочу видеть этого человека кто кто этот человек что мы о нем знаем ему примерно на момент начала восстания от 30 до 35 лет мы знаем что он уроженец станицы замовейская он донской казак сейчас ее нет почему нет потому что екатерина выжигала всю память о восстании всю память о кугачеве станица зимовейская была снесена целиком а люди которые там жили перевезены на два километра в сторону и там была основана новая станица под другим названием потемкинская кстати сказать поразительное совпадение но вот история полна таких ироничных совпадений станица зимовейская это родная станица степана разина много казацких селений но вот эти два персонажа родились крестьянским языком выражаясь в одной деревне внешности самые непримечательные среднего роста примерно 165 сантиметров максимум у дощавы с бородкой субтильный но подтянуты без переднего зуба то есть тот еще государь император щербат на груди какие-то черные следы впоследствии мы к этому вернемся это им очень поможет это черные знаки царские знаки на левом виске большое белое пятно видимо последствия детской болезни какой-то выдаваемая и впоследствии также за царскую печать некоторые наиболее творчески одаренные соратники пугачева узнавали в этом пятне как вы думаете что до 2 глава арха тоже орел 2 главы видно сразу когда младенцы рождаются у царя им сразу так бац на виске печать ставят ну вот собственно все что мы о нем знаем он не грамотен не умел ни читать ни писать это ему потом сильно мешало но он это тщательно скрывал и довольно артистично это обыгрывал он казак кто такие казаки давайте мы начнем с этого казаки это совершенно отдельное сословие мало что общего иметь с классическим крестьянством русским тем более скрипостным казаки это сословие служила это не дворяне и не крестьяне вообще слова казак изначально она тюркская которая означает свободный человек удалой человек казак и казах одно и то же слово те народы качевые части из которых была подданстве российской империи со времен анны иоанновны называли себя казаки и как вы помните ссср еще не было была автономия в составе рез фсср как называлась она казак ская автономная советская социалистическая республика потом чтобы как-то различать по те которые славянские в основе своей хотя конечно не были не только славяне кого там только не было запорожской сечи на дону на урале вот те как бы наши казаки не будут казаки казаки а те которые тюрки кочевые мы их будем называть казахи чтобы не путать но это одно и то же слово это вольное служилое сословие которое жило по окраинам империи жила к саму по себе и выполняла роль защиты пограничной стражи причем естественные государство снабжало их периодически порохом оружием какими-то деньгами они за это границы охраняли налогов не платили никаких земля у них была своя государство таких вещей не терпит петр первый навел порядок все описал и превратил их по сути в регулярное войско которое обязано служить империи по призыву за то что они служат по призыву когда требуется на войну их призывают они имеют льготы личная свобода местное самоуправление земля на земля уже описанная государям не сама захваченная а выданное государством в обмен что делают казаки казаки они должны явиться уже сформированными воинскими частями конно людно и оружие как дворяне на собственных лошадях собственным оружием собственной амуницией в случае боевых действий в определенном количестве казацкие льготы постепенно сокращались например лишили права выбирать себе атаманов то есть они их себе выбирали но петербург утверждал выборно согласовательное казахское начальство сколько должны поставить казаки бойцов в случае войны это число тоже постоянно увеличилась поэтому они нервничали переживали пугачев появился на дону родился и жил и вырос тот момент когда постепенно привилегии казацкого войска сокращались это вызывало у казаков казаков раздражение что происходит дальше он женился его призвали на войну воевать и молодой казак пугачев поехал рядовым в пруссию как раз тогда была семилетняя война он воюет какое-то время там за толковость был взят ординарцем какому-то полковнику история сохранила его имя даже но это не важно вот в качестве ординарца он совершает какой-то странный проступок то ли он потерял лошадь своего командира то ли поспособствовал краже очень лошадь пропала лошадь это дорогая вещь это иномарка боевой автомобиль личное имущество этого старшего офицера полковника за что он своего ординарца бестолкового что сделал высек страшное оскорбление для свободного казака вот страшно эти шрамы на спине как его высекли до конца жизни были у пугачева видимо высекли жестоко его не затянулись иногда он даже показывал потом показывал наследствие типа что вы со мной творили и он закусил миллион закусил помните есть такая история замечательная про махатму ганди махатма это не имя махатма это сказали великая душа махатма это ну не прозвище народа знак народного признания махатма и звали его как-то по-другому я читаю не помню но тоже на букву м сложное индийское имя было ганди фамилия так вот махатма ганди получил замечательное образование из богатой семьи учился в лондоне в известном университете диплом юриста потом поехал в индию юридической практикой заниматься на родину что-то у него там не получилось и решил поехать в другую колонию видимо опять же заняться частной адвокатской практикой в южную африку и вот он едет он же приличный человек в костюме с тросточкой наверное белой шляпе поездом кейптаун йоханнесбург первого класса заходит какой-то злой кондуктор и его пинком под зад класса типа ты чё черномаза ты где сидишь в третий класс туда стоя для приличных людей махатма ганди никогда этого не простил и с этого момента занялся политической борьбой за равенство и демократию вот эмилиан пугачёв не простил высекли вспоминал это потом потом возвращается обратно в станицу живет у него рождаются дети потом следующий призыв он опять едет на войну на этот раз да вот на пограничные земли западные тогда считалось возвращать белых старообрядцев старообрядцы мы знаем периодически жестко преследовались российской империи поэтому бежали кто куда мог довольно много старообрядцев оказалось на территории речи посполитой наши государю когда наступали либеральные времена постоянно писали указы о том что возвращаетесь мы вас преследовать не будем живите спокойно землю вам вернем дадим креститесь двумя перстами не все верили они находились статусе беглых подданных поэтому иногда за ними отправляли такие вот полувоенные экспедиции как-то там старообрядцев найти и вернуть мало чего из этого получалось но обратим внимание что уже тогда молодой пугачев со старообрядцами познакомился потом следующая война война с турками так называемая румянцевская и тут интересный очень момент пугачев проявил себя храбрым казаком он участвовал в штурме бендер под командованием генерала панина запомним эту фамилию и получил звание или как тогда говорили чин хорунжева хорунжи это кто офицер то есть казака молодой им 20 точно мы не знаем дело то уже даже когда пугачев давал свои показания он говорил я был на прусской войне а когда не помню а где ну где-то там то есть он так не заморачивался сам с датами в возрасте до 30 лет получает первый офицерский чин начинает нормальную военную карьеру тогда не было прямого соотнесения казацких воинских званий и табели о рангах появится позже и постепенно для разных войск но в принципе став хорунжем можно было служить служить дальше получать следующие чины и затем попросить себе дворянство и такие случаи бывали когда казахские офицеры становились дворянами приобретали права дворянства казаки редко этим пользовались по каким причинам он платов аж до генерала дослужился прежде чем получил титул правда сразу графский матвей платов не мелочился ну потому что а смысл дворяне не платили налоги казаки не платили налоги дворянин лично свободны казак лично свободны дворянин имеет право иметь крепостных иные сословия не имеют такого права казакам тоже никто не запрещает там это как-то не принято на казачьих территориях иметь крепостных не принято у них есть просто наемные работники которые у богатых казаков работают на земле никуда не денутся они некоторые казаки имели десятки и даже сотни наемных работников которые обрабатывали их большие земли это казацкая старшина так называемая но в принципе вот эта карьерная лестница теоретически работал и вот хорунжий то есть это подпорудчик если вести речь по сухопутному или карнет по кавалерийски карнет обаленск карнет пугачёв молодой офицер когда он заболеет воспользовавшись болезнью из армии уйдет вернется к себе столицу там лечился какими-то народными методами он описывал совершенно невероятными вот у него была какая-то черная болезнь кожная болезнь называемая черной немочью значит как в игре престолов серая хворь вот он сказал страшная была кожная болезнь он прикладывал какие-то бараньи легкие с заговорами ну выздоровел а шрамы на груди вот какие-то какие-то язвы такие засохши остались и после этого на войну возвращаться уже не хочет дальше начинается невероятная история приключений как у от авантюриста как на диком западе как в пиратах карибского моря он бежит от призыва у него сестра вышла замуж их куда-то хотели переселить не буду вас погружать в детали они переселяться не хотели они бежали на терек и емельян им помогал но всех их поймали а что значит казак бежит из станицы это дезертирство он же служил и сословие их всех арестовали емельяна тоже как пособников бегстве арестовали но видимо там не очень строго было он из педареста бежит его арестовывают второй раз третье в конце концов он решает сменить личность документы поменять потому что он беглый казак дезертир хотя и офицер когда-то он бежит как вы думаете куда он бежит в речь речь посполитую где он когда-то служил потому что даже за граница под гомель гомель от нынешняя белоруссия вот там где-то под гомелем он прячется у старообрядцев мы кстати без спор не знаем как он был вероисповедания потому что он то представлялся старообрядцам очень много было старообрядцев среди казачества то нет крестился двумя перстами но вот он там живет у старообрядцев а смысл в том что он сделал все новые документы документы паспорт подданного речи посполитой из старообрядцев и далее как старообрядец по государевому разрешению помните старообрядцам разрешено возвращаться он возвращается обратно дальше начинается невероятная история теоретически у него новые документы в станице у него жена с тремя уже детьми но появиться он там не может потому что он беглый ему начинать какую-то новую жизнь землю брать что-то придумывать а он ходит и всем рассказывать какие-то истории невероятные он говорит что он из поляков из подданных речи посполитой старообрядец но он торгового сословия и у него много денег но деньги у него украли такой остап бендер понимаете но у него очень много товара товар весь на границе в польше на 200 тысяч а другим он говорит что у него товара на миллион почти но товар в турции где этот турецкий товар тоже злые люди арестовали но еще немного нужно и тогда он все это возьмет себе назад спрашивает а откуда такие суммы то тысячи мы даже не понимаем это как то 10 рублей червонец мы себе представляем а 200 тысяч не представляем говорит так такие суммы потому что я ведь не простой торговец а царского рода как царского рода вот так детали я вам рассказывать не буду вы еще не доросли затем парить в бане с каким-то другим казаком донским казак его спрашивает а что это у тебя за на груди то такое болел наверное чем то какой говорит болел царские знаки у каждого кто рождается из царского рода вот такие вот а ты же кто тогда я говорит государь петр федорович не слышал что ли екатерина злая немка убить меня хотела но я бежал детали потом кстати если не веришь вот еще на висок посмотри понял и рассказав эту историю по трезвому либо не очень он опять куда-то уехал его опять арестовали кстати сказать он сбежал вместе с солдатом который у конвоировал харизматичный был умел убеждать рассказывать эти истории и вот когда он возвращается снова на юг в район где проживает и служит яицкое казачество совершенно неожиданно его узнают и говорят так вот же он петр федорович ты же рассказывал нам да было такое не хотел но если вы меня сами узнали так она и есть где ты был все это время пропадал и дальше идет невероятная история что он спасся вместе с офицером а офицер изготовил восковую куклу эту куклу похоронили и подложили и екатерина узурпаторша думает что он похоронен а он не похоронен там кукла лежит если раскопать а бывал он в египте в египетской земле почему египет я не знаю честно говоря ну так казни египетские они что-таки там церковные книги читали что такое далекое невероятно а еще он бывал в иерусалиме конечно и в царграде тоже бывал весь мир объехал и везде его искали шпионы екатерининские но найти не могли потому что он природный государь его господь бережет у всех историков какие-то есть такие сакральные цифры у одни пишут про 40 человек которые пишут про 80 человек и вокруг него собралось то ли 40 то ли 80 дейских казаков которые сказали вот ты наш государь веди нас надо сказать что емельянок со своей вот этой невероятной историей и с тем самым из бане казаком который его узнал оказался в нужное время в нужном месте поскольку незадолго до этого было знаменитое тогда известное восстание яицкого казачества ну из-за чего восставали казаки из-за притеснения из-за денег в том числе помните восстание кондратья булавина было в лекциях по петру первому по большому счету началось с того что у казаков в районе нынешней донецкой луганской области отнимали соляные привилегии соляные шахты александр менщиков там отжимал у них соляной бизнес в районе известного ныне по фронтовым сводкам города солидара а у изких казаков и у казаков донских тоже были свои привилегии связаны с много чем самое интересное что нам легко запомниться ловли осетра и поставками черной икры но тоже у них постепенно правительство все эти льготы забирали а самое главное то что не забирала правительство забирала казахская старшина в свою пользу местное начальство перераспределяла рядовое казачество было очень недовольно в конце концов взорвалось нажаловалась столицу на старшин подняло бунт кого-то из старшин перебила опять же причины обычно очень банальные всех этих выступлений как поступил петербург прислал комиссию комиссия ни в черни виновата вслед за этим прислали войско войско поймала сколько могло мунтовщиков и что сделала публично выпорола после этого казачество иска было уже не остановить они перебили всю эту небольшую армейскую команду буквально порвали на клочья командира и уже дальше пришлось это восстание подавлять крупным воинским частям но поскольку восстание было подавлено и основные бунтовщики были сосланы что сделали с остальными участниками восстания как вы думаете или выправили или ничего не сделали но попугали их пригрозили что всех их сейчас расформируют и разошлют по дальним крепостям они сами многие по уезжали с этих мест больше ничего не делали а народ озлоблен а у них оружие точнее какие-то там крестьяне черносошные неграмотные они это вооруженный люд тренированные при неоднократно принимавшие участие в боевых действиях за царя батюшку поэтому когда на эту озлобленную недовольную почву а добавим к этому еще рядом башкиры очень обижены и недовольны они свое время добровольно пошли под подбанство российской империи с тех пор их постоянно там по мелочам притесняют земли отбирают чем-то обижают довольно лояльная такая была для россии национальная группа башкирская конница знаменитая отжимают 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 там сложная система отношений они даже с крестьянством постоянно враждовали с русскими поселенцами салават юлаев известный говорит вам что это же отец салавата юлаева если перевести военные понятия старший офицер крупный военачальник неоднократно награжденный за храбрость но когда он вернулся к себе в башкирию то земли которые ему пожаловали тоже отобрали награды не дали всячески его обижали таким образом империи союзников создавала себе недовольных несправедливыми решениями далее горные рабочие заводские это вообще несчастные люди это хуже крепостных крестьян вообще никакой перспективы он крепостной приписаны к заводу все это раб завода раб шахты ему деться некуда он работает небольшую небольшую плату и за еду уйти никуда не может у крестьяна хоть какая-то есть своя жизнь земля помещище но вроде как условно твоя ее обрабатываешь родишь много сыновей вырастешь большую семью можешь как-то разбогатеть есть какие-то перспективы социальные у крепостного крестьянах жизнь тяжелейшая а у приписного рабочего перспектив ноль то есть ты капиталистом точно не станешь значит недовольное казачество множество заводов железнодеятельных и оружейных обращаю ваше внимание которые делают пушки льют плюс недовольные национальные землячества башкиры татары калмыки очень недовольны своим положением все ты породила тот самый питательный бульон в котором оказался наш фантазер харизматичный рассказчик и авантюрист емельян пугачев плюс ко всему еще идет русско-турецкая война это что означает что увеличивается так называемые разверстки на казачество требует больше 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 казаков на войну у нас только в кино в песнях казаки с радостью идут на войну так то особо никто воевать не хочет отправили 1 2 3 но когда всю семью забирают на войну энтузиазма особого нету это тоже недовольство злоупотребление власти кому жаловаться на злоупотребление президента нету идти некуда петербург писать ну пиши давай вот они уже писали потом прислали генерала всех выпороли из тех кто писал для тех кто заступался легитимных иных способов как сейчас говорят снятия социального напряжения не существовало интернета не было компьютерных игр не было футбола не было шоппинга не было ничего не было как снять стресс непонятно стресс у тебя каждый день каждый день и жить все хуже хуже и хуже а все почему потому что бабы на троне и все они не настоящие раньше-то было порядок был при государе алексей михайлович деды вспоминают еще добрый федор был а сейчас кто посмотрите уже даже петра первых вспоминали хорошими словами а это вообще не поймешь один попался мужики единственные законный внук петра великого петр третий да ведь того же бабы извели а он хороший был он принял указ о вольности дворянство и указ о вольности крестьянство понятно дворян освободили от службы воинской обязательной а крестьян освободили от обязательной работы на дворян раньше была хоть какая-то справедливость потому что дворяне владеют землей крестьяне на этой земле работают и дворянина снабжают деньгами но за это дворянин что делает воюет воюет он пожизненно его и в 50 могут призвать и в 60 на войну может уйти поэтому дворянина то особо мужик и не видит он увидит этого барина своего ну дай бог так сказать в отпуск он приедет с войны или калекой или как бы сейчас сказали похоронка придет и поэтому крестьянина конечно пахать и отдавать большую часть труда обидно и тяжело но так подумаешь потом вот это вот без ноги пришел без руки или вообще не явился погиб где-то на туречине может так и спокойно по крайней мере в этом есть какая-то условная социальная справедливость согласитесь да а когда государь петр федорович добрый дворян от обязательной службы восстановил то есть служит тот кто хочет а кто не хочет едет все в имение занимается хозяйством или там не знаю стихи пишет то очевидно следующим этапом должно быть освобождение крестьянство хочу работаю не хочу не работаю но этот указ злые бояре опубликовать не дали более того царя доброго который это задумал задушили вот он чудесным образом спасет поэтому петр 3 это в глазах крестьянства и казачества к слову сказать это такой добрый ореол он за 180 дней правления ничего плохого сделать не успел он изначально добрый я вам приведу несколько цитат характерных того времени из судебных дел по поводу женского царства христианин денис семеонов дает показания простите это язык не то чтобы я злословлю а вот дословный язык той поры он утверждает кавычки открываются вот ныне как наша государыня села на царство так и погода не стала так колом бы ее зато в землю секунду майор александр коробов офицер у императрицы анны иоанновны был хотя бы гребр берон а нынешняя какая правительница да у меня собака умнее чем она и и вообще в ростов и ярославль ездила она не богу молиться а всем известно бледовать нет авторитета у женщин правительницы вот тут появляется государь петр третий дальше все как капитанская дочка вот эти вот 80 или 40 казаков подступают вы все знаете к одной крепостишки к другой крепостишки третьей крепостишки казацкая армия растет невероятно сегодня 80 завтра 200 послезавтра 400 все туда стекаются крепости сдаются без боя кто-то пытается отстреливаться из дворян а в основном переходят на сторону такое триумфальное шествие сдаются ежедневно все новые и новые пограничные заставы как бы сейчас сказали пограничные крепости типа белогорская армия разрастается уже через несколько дней с момента начала вот этого стихийного восстания яицкого казачества к стенам столичного города оренбурга подступает армия в несколько тысяч казаков и осаждает город тоже большая крепость она защищается там регулярные части не могут пугачевцы ее взять сходу но они оставляют части армии там затем восстание охватывает все соседние территории они идут прямо вдоль линии современным казахстаном ты одна за другой продолжают занимать разные крепости и крепостишки везде триумф хлеб соль сражения были но небольшие кстати сказать вопрос о воинском искусстве самого пугачева который очень любят пообсуждать в интернете гениальный полководец из народа довольно спорно если проанализировать все его сражения на карте основные отмечены на самом деле было гораздо больше то принцип очень простой там где небольшое столкновение небольшой бой там пугачев побеждал где крупное сражение где требуется воинское искусство управление большими контингентами армии артиллерии там пугачев обычно проигрывал отступал при этом сказать что они совсем плохо воевали нельзя потому что первых армия пугачева была более-менее организована она была развита на полки триады бригады он назначал полковников из казачества естественно бригадиров у него была своя артиллерия причем количество артиллерии уросло по мере того как они будут двигаться в сторону артиллерийских заводов естественно кавалерия своя казаки конная армия история сохранила несколько примеров воинской хитрости которые применял пугачев например известно как они пытались взять штурмом одну крепостишку которая не открыла сразу ворота у них не получилось тогда они обложили со всех сторон ее такими сено или солома все это одновременно намочили подожгли значит поднялась такая дымовая завеса они дождались ветра порвались крепость под прикрытием дыма ну там хитрость невеликая но все таки есть известная история когда они осаждали оренбург безуспешно в какой-то момент сделал ранее петр первый под нарвы во время второй осады они узнали что осажденные ожидают подкрепление в тумане стали палить воздух из пушек холостыми зарядами осажденные в оренбурге поняли что это идет бой выслали большой отряд и этот отряд естественно был пугачевцами перебит большой триумф пугачевской армии то есть таких хитрости от безграмотных разбойников никто не ожидал впоследствии потом уже по ходу развития этой крестьянско-казачьей войны писали в петербург в своих рапортах генералы что они такой вот хитрости прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали например у них была очень эффективна артиллерия практически как в сильно более поздние времена как-то происходило движется регулярная армия царская как правило это в основном были пешие ступают колоннами как положено рядами стройными что делают пугачевцы они не ступают с ними в бой потому что понятно что сметут организованные солдаты они устанавливают несколько артиллерийских батарей что так издалека обстреливать по мере того как войска приближаются артиллерийские батареи оказываются все на конной тяге тачанки практически лошади их запрягли оттащили подальше на пару километров и опять обстреливают издалека естественно ступавшие такие правительственные войска несли таким образом большие потери а как их догнать непонятно кавалерии поначалу правительственных войск не было кстати сказать один из екатерининских генералов которого послали по главе относительно небольшого отряда несколько тысяч солдат разобраться с пугачевым почему эти отряды были такие небольшие как вы думаете очень просто потому что во первых никто не придавал этому первое время большого значения какая-то там очередной бунт но тысячу солдат на праве бы хватит разберутся во вторых шла война русско-турецкая война румянцевская вся армия там вся армия на фронте поэтому небольшие какие-то части там полк 2 формировали и отправляли и вот один из генералов которого отправляли разгромить пугачева писал всем что крайне недовольны теми частями которые ему выдали потому что нет кавалерии как же я их буду догонять и пленить они ведь как только меня увидят сразу побегут а мне же их надо догнать и связать а я как без кавалерии догоню получилось все наоборот это и вот гоняли разбили в пух и прах такая была недооценка первое время пугачева я не буду долго рассказывать про это само восстание ну очень кратко все восстание можно разделить на три части началось то все в начале осени затем примерно полгода идет осада оренбурга и успешное развитие восстание оренбург взять так и не смогли конце концов правительственные войска подошли восставших под оренбургом разбили и на этом первый этап пугачевской войны закончился но пугачев никуда не делся своими основными силами они пошли на север сторону промышленных заводов как раз где челябинск будущее златоуст шадринск и екатеринбург не все заводы переходили на сторону пугачева по там разная статистика примерно половина половина защищалась рабочие не либо не могли либо не хотели примкнуть к восставшим завод это крепость на территории которой металлургический завод или рядом где-то даже та половина заводов небольших городов и крепостей которые либо сдались пугачева либо которого пугачева удалось взять было более чем достаточно чтобы у него появилась огромная артиллерия и большая поддержка приписных рабочих доходит он до казани казани сжигает практически дотла и единственное что не смогли взять казанский кремль укрепленные все равно его правительственные войска настигают и бьют и уже каждый раз идет рапорт что восстание подавлено все и их нет ну как феникс из пепла пугачев возрождается лето семьдесят четвертого года восстание охватывает чем отличаются кардинально вот эти земли по волчье даже перекидывается на правый берег волги симбирск саранск пенза саратов чем отличается этот этап как вы думаете от совершенно разная составляющая если сначала казачество крепостного права почти нет потом рабочие по волчье крепостные крестьяне и вот тут начинается самый страшный этап пугачевской войны начинается дикая резня дворян пугачев издает свой знаменитый манифест пензи его издал обращенных крепостным крестьянам где говорится буквально следующее могу вам даже процитировать его чтобы вы почувствовали дух этой эпохи вообще пугачева очень интересные манифесты пропитаны невероятной энергетикой он же писать не умело читать его спрашивали как же так ты государь императора писать не умеешь он что отвечал всегда по-разному у него были разные версии говорил я умею но по-немецки смотрите поняли что-нибудь ну куда вам не учим это немецкий по немецким не разбираетесь вот видите крючочки такие а в другом настроении он мог сказать не могу умею но не могу если я сейчас что-то напишу то мою царскую руку все узнают и смогут царские указы подделывать конечно только когда займем москву и петербург и когда я в монастырь отправлю неверную эту свою жену качку мне же трона не надо моя задача это сына моего любимого освободить его в заточении качка держит павлу что моего он везде ездил с портретом государя императора павла он плакал глядя на него принародно сына говорит не видел столько лет как его у меня забрали вот я его ему престол верну он все мои указы что я сейчас принял утвердит а указы какие казакам все вольности башкирам всевольности привилегии а вот крестьянам я сейчас прочитаю указ павел он добрый с ним все будет хорошо снесу а я уйду мне ничего не надо меня вообще власть не интересует поэтому сейчас пока я вам свой почерк показать не могу указ звучал следующим образом мы такой-то такой-то амператор там и прочее прочее он диктует его жалуем владением земель лесными сенокостными угодьями и рыбными ловлями и соляными соль помните это деньги соляными озерами без покупки и без оброку без аренды и прочими всеми угодьями моих подданных верных крестьян это декрет о земле забирайте все бесплатно все ваше без налогов без ничего вот что хотите вся земля леса воды и соляные копи все ваше далее освобождается все от всех налогов и сборов от рекрутской повинности рекрутчина отменяется понятно ненавистная крестьянам в первую очередь а далее а поскольку дворяне все служит незаконному природному царю а присягнули катьке узурпаторше и от ее имени вас эксплуатируют то кавычки открываются кои прежде были дворяне в своих поместьях и в отчинах он их противников нашей власти законной и возмутители империи и разорители крестьян тех дворян всех ловить казнить и вешать и поступать равным образом так как они с вами не имея в себе христианство чинили с вами христианами государь император разрешает забрать бесплатно всю землю все владения а дворян указом своим обязывает поступать так как они с вами поступали то есть казнить и вешать началась страшнейшая страшнейшая резня и речь не только о тех приговорах которые выносил сам пугачев дворянам членам их семей священником иногда как это описано у пушкина в капитанской дочке присягаешь не присягаешь мне законному на виселицу сразу но и окрыленные таким указом взбунтовавшиеся деревни резали невероятно указ был обращен как бы пензенским крестьянам но его в списках потом находили спустя много лет даже за уралом и в стороне польши считается что за лето 1774 года в этих не очень густо населенных дворянами территориях дворян то немного было было уничтожено около трех тысяч дворян самым жестоким образом и представители властей за пугачевым по пятам идут правительственные войска и хотя после объявления этого указа многие города открывают ему ворота в деревнях его встречают хлебом с солью все-таки очень легко но на самом деле войска наступают на пятки и зачастую бывает что пугачеву сдастся город он заходит в город берет казну пополняет ряды свои вешает представителей местной власти тут же при суд приговоры а уже через неделю из города уходит лучше городу приближается прорисная армия везде где его настигают его бьют основной злой преследователь пугачева две фамилии надо запомнить это генерал бибиков он начинал командовать всеми антипугачевскими войсками и ударная сила бибикова это полковник михельсон из прибалтийских немцев иван михельсон боевой офицер участник тоже семилетней войны многократно ранен при кунерсдорфе при цорндорфе он был ранен очень тяжело потерял сознание был спасен как раз генералом бибиком тут буквально вытащил его с поля боя и выходил мы тоже 30 с небольшим то есть они с пугачевым ровесники полковник михельсона с кем он все время воюет и сам пугачев война дело молодых кстати вот эта большая ошибка пугачева почему триумфальное шествие его по волге почему он все время идет на юг куда надо было бы ему идти если он обладал каким-то стратегическим мышлением в те территории где самое жестокое крепостное право в сторону нижнего в москвы населенные губернии это было бы страшно для империи он пошел знакомые места на юг опять же ближе к территории яйского казачества здесь последнее поражение михельсон его бьет черный яр 25 августа 74 года он бежит 8 сентября 74 года его пленили собственно свои же у него же было своего правительства военная коллегия как он называл граф чернышов граф розумовский он всем казакам давал титулы вельможи были правительство заседала с бородами с лентами орденскими но в казачьих костюмах под портретом государя павла петровича наследника них даже флаг обнаружился такая темная история с этим флагом флаг голштинского полка то ли он настоящему то ли подделка неясно екатерина жутко из-за того нервничала потому что как мог флаг голштинцев оказаться в ставке пугачева неясно это явно какое-то предательство в петербурге то есть какие-то шпионы пугачевской петербурге история эта флага очень темная потом пугачев женился в третий раз у него была первая жена как мы помним с тремя детьми из станицы замовейская которую он бросил но потом она объявилась в казани он ее подобрал и все время таскал ее с собой всем говорят что это не его жена а жена его друга близкого и соратника которого зовут как пугачев емельян он мой друг его до смерти запороли дворяне за то что он меня поддерживал вот эта вдова моего товарища с ней будет у меня рядом парень был любвеобильный судя по всему потому что у него было там несчетное число мы знаем примерно 10 по именам несчетное число наложниц временных жен среди них были казачки и крестьянки и дворянки были он там брал дворянских дочерей как-то их там уговаривал куда им было деться они какое-то время с ним жили потом он их бросал в одну из них пушкина описывается убили казаки его же собственные яицкие за что-то в конце концов он решает жениться еще раз но вообще официальная жена екатерина неверная мы помним сколько от 1 это не его была а его друга емельяна и сам он такой полувдовец сколько он екатерину не признает верной своей женой он решает жениться на казачке устиньи 17-летняя была как описывает невиданная совершенно красавица большая свадьба фрейлины двору устиньи свой небольшой след за ней путешествует вместе с войском спорное решение по поводу брака я думаю что скорее всего его заставили жениться собственные старшины казацкие пушки каким-то образом хотели его привязать к себе через этот брак но в глазах рядовых казаков и восставших я думаю что авторитета пугачев не приобрел дополнительно потому что царь конечно не может жениться на казачке ни при каких обстоятельствах просто потеря лица он должен на принцессе жениться минимум на какой-нибудь княгине уж никак не на казачке вот он женился а когда его спрашивали а как же ты женишься если у тебя уже есть венчаная супруга екатерина доходчивый пугачев он отвечал да какая она мне жена коли она меня убить хотел просто не считается вот такой был трояженец пугачева императрица устинья и та самая первая с тремя детьми в конце концов с чего началось год назад к тому и вернулась пугачева буквально сотни казаков все остальные разбежались надежде что их помилуют и может быть наградят они эмилиана пугачева выдают никого не помиловали никого не наградили все закончили свои дни на каторге в клетке пугачева везут в москву железный долгий путь он такая селебрити у нас знаменитость он останавливается все местные знать ходят с ним здороваться посмотреть на него интересно с него портреты пишут он там позирует кстати по поводу сокровищ пугачева есть такой миф что он где-то их там зарыл в волгу сбросил в дон непонятная история совсем непонятно при пугачеве нашли из всех богатств зашитых в одежду четыре червонца на черный день все больше ничего совсем ну тут можно думать о нем как и без серебряники либо считать что те самые старшины которые его поймали просто тогда уже все отобрали и в казну царскую это не сдали мы этого точно не знаем москве комиссия очень быстро идет суд заседание суда прямо в кремле в петербург решили его не вести от греха подальше пока идет суд всем пугачева показывать любой желающий может прийти посмотреть пугачева пообщаться с ним он в клетке сидит особая комиссия разбирает следствие кстати сказать довольно интересный был первый следователь который пленил пугачева капитан поручик маврина он же первый его допрашивал интересен чем он потом написал екатерине напрямую результаты допроса пугачевского и знаете что поразительно он пожалуй такой один был он написал что причины пугачевского бунта злоупотребление местных чиновников жестокости помещиков и неразумности генералов которые издевались над яицкими казаками это было невероятно это больнодумство но екатерина была женщина у меня никого не наказывал за такие вещи маврин потом довольно успешно сделал карьеру был даже губернатором лейтенантом интересный человек малоизвестны пугачева судят вместе с его соратниками шесть смертных приговоров кстати сказать в числе приверженцев пугачева было девять депутатов уложенной комиссии имевших полный судебный иммунитет по императорскому указу как вы помните из них одного повесили личным решением императрицы пушкин когда разбирался возмущался этим ну как то у них вообще иммунитет от всего даже телесных наказаний от преследований но личным решением императрица поскольку он такой сверх изменник одного из депутатов уложенной комиссии повесили по остальным да посмотреть но они были в разной степени все наказаны пугачева и еще одного его из ближайших приспешных соратников приговаривают к четвертованию остальных повешению на самом деле казненных было гораздо больше шести по официальным данным которые приводят большая советская энциклопедия 34 но их еще больше потому что мы их казнили не в результате вот этого финального следствия и раньше мы их точное число не знаем но это не меньше 300 400 человек властями и военными по ходу подавления восстания наверно даже больше сколько было запора то до смерти мы не установим никогда но приговором официального суда шесть человек екатерина всячески пыталась показать свою гуманность она запретила пугачева пытать его пытали но в самом начале когда его арестовали писали что был пытан легкой мерой ну что такое легкой мерой но не знаю по тем временам наверное сильно пороли без членовредительства потом перестали такой шишковский степан имел славу специалиста по душесловным методом вот он допрашивал пугачева у него были очень эффективный результат в истории хранится анекдот про то что как удалось шишковскому разговорить за намеренного бунтовщика он с ним обедал вместе садился вместе зная что пугачев очень любит пищу из лука и чеснока ему готовили специальное жаркое с луком с чесноком и пугачев так проникся к этому шишковскому говорил вот ты с уважением ко мне я тебе все расскажу как на духу никакими пытками вот хоть вы на дыбе я никогда-то о тебе как ты меня уважаешь все тебе расскажу вот он поедает а жаркое чесноком все нюансы своей повстанческой деятельности шишковскому рассказывал все это потом запротоколировано было 10 января 75 года при огромном стечении дворянства в москве потому что простых людей не пускали на болотную площадь и где-то там были за оградкой за солдатским оцеплением пугачев был четвертовым но четвертовым таким способом страшная казнь вы понимаете да сначала отрубают руки потом ноги все так не спеша делается что побольнее было помучительнее пугачеву сразу отрубили голову при этом один из присутствующих судей закричал на палача что ты творишь ты чё делаешь что-то ой простите перепутал и потом уже отрубив голову потом для порядка же мертвым отрубили руки и ноги впоследствии выяснилось что-то было тайным указанием катерина сразу отрубить ему голову чтобы не было средневековья ненужного восстание не закончилось с казни пугачева еще примерно полгода все бурлило до лета 75 года особенно национальные территории башкиры там все было непросто но их уже не казнили того же салават юлаева вместе с отцом в эстонии заточили в замке они там сидели прожили еще долго несколько десятилетий пережили екатерину всего через следствие прошло 12 тысяч бунтовщиков около тысячи отправилась на каторгу и в ссылку остальных амнистировали простили екатерина хотела показать себя милосердной государине она даже в переписке с вольтером писала что я бы и самого пугачева простила но народ меня не поймет поэтому я вынуждена под давлением дворянской общественности такие жестокие меры в основном были амнистированы все а вот семью пугачева не простили привезли на болотную обеих жен и детей они видели казнь и жена его и дети до 1803 года я не знаю кто из них дожил дети точно дожили начал джон не уверен до 1803 года жили в крепости города кельмсгольм назывался город это приозерск фактически в тюрьме разрешали там по дворику погулять крепостному как там уж эти две жены жила вместе наверное сериал можно снять какой-то женский то потом александр первый случайно проезжая через приозерск узнал что здесь крепости до сих пор находится в заточении родственники знаменитого бунтовщика и разрешил перевести их как бы сейчас сказали под подписку о невыезде то есть им разрешили жить в городе но не уезжать никуда где-то они там в городе окрестностях свой век доживали всего на то отправили 178 человек не так и много согласитесь на фоне трех тысяч растерзанных дворян с детьми священниками и женами это как минимум трех тысяч только на последнем этапе восстания из интересного пугачёв и суворов тему которую в советском союзе тщательно обходили потому что один народный герой не может преследовать и сажать в железную клетку другого народного героя кстати по поводу клетки это как раз идея суворова суворова назначили командующими войсками по поимке пугачёва и подавлению бунта уже к шапочному разбору к самому концу его хотели самого начала но он был занят на войне и румянцев его не отпускал в конце концов когда война закончилась вызвали с фронта суворова на тот момент генерал поручика вызвали его с фронта и через москву отправили в район восстания суворов несся с невероятной скоростью потом он впоследствии вспоминал что он ехал через территории охваченные восстанием и когда несколько раз сталкивался с отрядами восставших и к стыду своему должен был признаваться что он и есть сам дальше можно читать по-разному то ли сам пугачёв как он писал и не стыдно мне сказать что я на себя принимал иногда злодейское имя кем-то видимо из самых близких приближенных пугачёва чтобы проехать побыстрее через мятежную территорию но когда суворов приехал он поступил в командование генерала панина того самого панина который был генералом и руководил армии командовал армии при осаде бендер то есть пугачёв был его подчиненным когда-то помните вот этого самого панина екатерина назначит общем после бибикова главнокомандующим правительственными войсками а правой рукой у него станет суворов моменту приезда уже все пугачёв был выдан своими сотоварищами и суворову не оставалось ничего кроме как попытаться самому взять пугачёва и доставить его к императрице получить славу спасителя отечества там дальше целая интрига пугачёв сначала попал к этому маврину к маврину заявился суворов сказал я командир отдайте мне маврин сказал да нет я должен панину его доставить я приказываю мне суворов пугачёва захватил в клетку повез тут его догнали адъютанты панина сказали нет все-таки к панину отвезти он будет рапортовать о спасении отечества суворов выражен был подчиниться когда потемкин который как мы знаем к суворову относился очень хорошо и уже после казни пугачёва обратился к екатерине с предложением суворова наградить орденом за участие в подавлении восстания на что дальше цитата екатерины попавшая в историю при всем уважении любви гришенька к тебе скажу я следующее кавычки открываются суворов тут участие более не имел как томас а томас это ее собачка известная императорская как мой томас а приехал он по окончании всех драк и по поимке уже злодея вот эта шутка екатерина что роль суворова как комнатной собачки екатерины в подавлении пугачёвского восстания она потом долго гуляла по петербургу очень обижая александра васильевича но это правда жестокость пугачёва я бы тут сказал что не надо думать о том что это было какое-то прирожденное чудовище мы не можем исходя из принципа историзма судить героев того времени по нашим моральным принципам тогда все так жили жестокий век жестокие сердца как говорил поэт пугачёв не мог поступать иначе заявляя себя как амператора законного он что должен был делать с дворянами которые ему отказывались присягать у него выбора не было он был обязан их казнить иначе бы собственные сподвижники казачество чего вы просто не поняла как ты не казнишь изменников значит ты не настоящий амператор то есть пугачёв стал в этом отношении заложником собственного самозванства у него вариантов других не было известная история как его там сожительница одна из его любовниц дворянская дочь чья-то умоляла не казнить своего брата и он его пожалел а другого дворянина понравился видимо петруша гринёв а ты будешь у меня адъютантом писарем за меня писать чтобы почерк не выдавал казаки наехали на него казаки и казнил всех и брата брата по моему сами казаки убили и писаря своего которого только чтобы он помиловал он заложник кстати сказать пушкин писал в этом отношении очень что пугачёв не имел никакой самодержавной власти а фактически сам находился в залоге у собственного окружения у собственной казачьей старшины которая им сильной степени манипулировали и потом жестокость она же была взаимной то есть михельсон панина они там ласкали что ли пойманных бунтовщиков вешали на плоты пускали по реке по волге пороли направо и налево поэтому я бы тут не считал пугачёва каким-то особым извергом он действовал жестоких нормах своего жестокого века и своего очень уязвимого положения что конечно его не оправдывает никак любимый вопрос правительство его казаки они верили в том что он император я отвечаю на этот вопрос так я думаю что те кто знали его близко конечно не верили не верили им приятно было что он их делает графом чернышёвым графом паниным и графом разумовским конечно не верили не знали что они сами не сами не граф я никакие не князья да и он не такой уж императором это было удобно и выгодно а многие могли и верить особенно чем дальше от него и пушкину историю пугачёвского бунта описывал ездил по этим местам по всем вместе с далее владимиром дали своим другом им говорили он настоящий царь мы по сей день в это верим они могли верить тем более что пугачёв надо сказать хороший актер и невероятно личный храбрец описано много историй как он совершенно не боялся например артиллерийского боя находился прямо в гуще сражения обстреливаемого артиллерией объяснял он всегда так пушки льют на казенных царских заводах и эти пушки царя убить не могут я заговоренный царские пушки царя не ранен по-моему один раз он был как-то легко ранен за весь год случайно это производило невероятное впечатление царь заговорен бесстрашно по поводу жен пугачёва я вам уже все рассказал но опять же учтите условиях историзма по меркам того галантного века все эти любовные приключения пугачёва за детский сад молодчая группа на фоне того что творилось тогда в столицах и в петербурге и последняя история которая тоже гуляет в интернете постоянно о том что пугачёв был не пугачёв что их было несколько что настоящий пугачёв это не тот которого казнили неправда с момента как пленили тысячу раз описано масса документов это тот самый пугачёв никакой иной многократно описаны пугачёв был английским агентом правда говорили в лондоне из влиятельной казачьей семьи служил при дворе елизаветы пажом вошел в ближайшее окружение петра третьего поэтому все так хорошо знал и вот как-то так с английской поддержкой потом выдавал себя за неправда такие слухи были распространял как ни странно английский послание к петербурге то той поры вот про то что пугачёв был пажом при дворе елизаветы никто не мог поверить каким образом такой везучий самозванец вот как он может поднять такую территорию что-то не так он точно какой-то особый конечно нет потом была версия что пугачёв пользовался французской поддержкой тоже на французские деньги в этом кое-что есть французы это наши на тот момент геополитические конкуренты и людовик пятнадцатый писал дословно следующее я процитирую это прямо в интернете входит меморандум алана далеса знаете из цру насчет аллина далеса надо еще разбираться правда это или нет а людовик пятнадцатый писал следующее кавычки вы конечно знаете и я повторяю это предельно ясно что единственная цель моей политики в отношении россии состоит в том чтобы удалить россию как можно дальше от европейских дел потому все что может погрузить ее в хаос и прежнюю тьму франции выгодно ничего не меняется так вот известно что французы помогали полякам французы помогали туркам воевавшим с нами это тоже факт они измаил укрепляли полностью турецкий флот реновировали перестраивали но чтобы было французских инструкторов в турецкой армии перестраивали на европейский манер османское войско но вот что касается пугачева то только один есть достоверный факт подтвержденные перекрестно как бы сейчас сказали что какого-то офицера одного людовик 15 с личным поручением отправил в константинополь чтобы тот из турции пробрался в армию пугачева я полагаю что людовик какого-то видне рэмбо отправлял в константинополь полагаю что один офицер может пробравшись в армию пугачева погрузить россию в тьму и хаос мы знаем что он был отправлен из парижа дальше ничего про это не знаем доехал ли он до константинополя и выехали из константинополя в россию как сложилась судьба то есть вот выехал дальше концы будут далее ничего не известно сам пугачев кстати на допросах категорически отвергал любое участие иностранцев своей армии это конечно все выдумки и фейки есть апофеоз конспирология эта теория носовского фоменко в отношении пугачевского бунта кто-то читал бессмертные труды этих великих историков один только да вы что да вы что вы многое потеряли у вас перевернется сознание так вот носовский фоменко в 90-е годы были невероятно популярны миллионными тиражами издавались так вот сравнив русские и иностранные карты они открыли существование тайного огромного русско-ордынского государства под названием московская тартария со столицей в тобольске это тайное гигантское государство много лет воевала с романовской россии восстание пугачева это на самом деле была тяжелая война романовской россии сибирско-американской русию ордой которая выступала в союзе с турцией пугачев был на самом деле чудесно спасшимся петром вторым невероятно сильно помолодевшим провел какие-то детокс процедуры потому что там у них разница в возрасте невероятная этот петр второй не умер в москве от оспы а оказался вот в этой вот сибирско-американской тартарии под видом пугачева кстати сказать у них есть еще и история про это про великую тартарию есть еще малая тартария малая тартария это крымское ханство и новороссия которые тоже воевали соответственно с россией вот эти вот байки регулярно в интернете фигурируют я не готов их даже комментировать просто бред сумасшедшего но у них есть широкий спектр поклонников самым первым системным историческим трудом которое следовало восстание пугачева было произведение саняевича пушкина история пугачевского бунта история была какая пушкин обратился к бенкендорфу с просьбой пустить его в архивах сказать что он хочет написать историю россии частности истории пугачевского бунта бенкендорф спросил разрешение императора я отписал пушкину что пожалуйста пишите более того пушкин был взят на службу министерство иностранных дел я как-нибудь потом может быть в отдельной лекции расскажу о финансах сан сергеевич это очень интересная история здесь так для затравки вам скажу что зарплата пушкина в министерстве иностранных дел которые ему платили за то что он писал историю пугачевского бунта но и другие предполагалось еще исторические произведения равнялась зарплате московский генерал-губернатор ничего общего зарплаты чиновника мида не имел естественно пушкин в миде не работал он ходил в мидовские архивы а потом еще попросил разрешение проехаться по всем местам разрешение тоже получил за эту большую государственную зарплату сан сергеевич написал действительно очень талантливое вдумчиво и интересное произведение легко читаемые почитайте оно такое знаете даже я бы сказал умеренно комплементарное по отношению к пугачеву он писал что это очень был нетривиальный человек и же невероятно жестокий прочее 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 но попытался объективно посмотреть на эту историю далее написанная рукопись была отправлена как вы думаете кому на чтение кто был цензором у пушкина единственный николай николай почитал поменял название название было история пугачева николай предложил все таки давайте история пугачевского бунта пусть будет очень согласился сделал еще несколько правок чисто стилистического характера которые там слишком романтизировали назвать николая пугачева и с этими ничтожными помарками история пугачевского бунта была опубликована огромным тиражом по тем временам три тысячи экземпляров продавалась за дорого на издание пушкин тоже получил государственный кредит потому что он выступал одновременно как автор и как соиздатель пушкин был очень недоволен продажами он хотел на этом больше заработать как-то не очень не очень хорошо распродавалась эта книга но зато капитанская дочка стала меха бестселлер вот уже любовная история была гораздо более востребована просвещенной публикой кстати сказать откуда фраза про русский бунт не стану описывать нашего похода окончания войны скажу коротко что бедствие доходило до крайности мы проходили через селение разоренные бунтовщиками по неволе отбирали у бедных жителей то что успели они спасти правление было повсюду прекращено помещики укрывались по лесам шайки разбойников злодействовали повсюду начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали так оно и было помните я говорил что число повешенных запору так до смерти мы не знаем и никогда не узнаем состояние всего обширного края где свирепствовал пожар было ужасно не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный это капитанская дочка итоги вот я сказал уже гуманизм екатерины 6 казненных прижениям специальной комиссии все это было очень показной на самом деле восстание конечно топили в крови изверства были с обеих сторон стало ли жить лучше участникам с тем кто поднялся против власти крестьянам нет особо послабление по части крепостного крестьянства не было более того екатерина поняла что воли давать крестьянство нельзя всех подымут на вилы не будите зверя она писала а вот дворянству надо дать новых дополнительных льгот и прав дворянство и тончайшему просвещенному городскому слою была проведена губернская реформа так называемая реформа местного самоуправления городская реформа больше власти полномочий дали на места доля крестьян никак облегчена не было заводчанам вот этим заводским приписным рабочим да их им немножко сделали полегче условия жизни ну просто хуже уже было некуда все-таки власти в петербурге понимали что держать в таком тотальном древнеримском рабстве людей неправильно ну вот собственно и все станицу зимовейска как я вам сказал снесли людей переселили и вместо нее появилась станица потемкинская я их река была переименована в урал яицкая казачье войско в уральское яицкий городок где началось восстание в город уральск нашли дом пугачёва давно и брошены правда и торжественно прилюдно сожгли пепел развеяли нашли брата пугачёва родного он оказался нормальным служилым казаком воевал где-то у потемкина нашли его чуть ли не через год после казни емельяна привели к потемкину почесал в затылке сказал ну ладно спрошу матушку императрица что с тобой делается что тебя наказывать не знаю наказание стелось к тому что ему поменяли фамилию был пугачёв а стал иванов ну и все служил дальше всячески пытались как-то замолчать это событие с пушкину практически первому разрешили что-то об этом так системно написать замолчать не удалось все равно об этом говорили рассказывали был ли этот бунт бессмысленным и беспощадным знаете он не был бессмысленно мы я начинал с чего с того что все это объективно должно было произойти произвол невозможность критики найти правду постепенное зажимание прав нищета крестьянства нищета приписных рабочих своеволия в отношении казачества башкира это давило и оно должно было как-то взорваться и конечно участники восстания считали свое выступление крайне смыслным они хотели свободы воли по крайней мере старых вольности бунт бессмысленным не был а вот беспощадным безусловно был кстати сказать там же в капитанской дочке есть еще одна фраза которую пушкин вычеркнул из финальной редакции она и сохранилась у него в неизданной главе я честно я не знаю почему вычеркнул у меня есть одна догадка уже прошло ведь восстание декабристов к тому времени они уже там в глубине сибирских руд находились и видимо пушкин подумал что он своих друзей обидит и он эту фразу убрал а звучит она так те кто в россии замышляют невозможные перевороты или молоды и совсем не знают нашего народа или уж люди жестокосердные коим чужая головушка-полушка да своя шея копейка вот тут александру сергеевичу в здравомыслии не откажешь в россии замышлять насильственные перевороты дело совсем жестокосердное и немыслимое тут александр сергеевич прав на этом давайте поставим точку спасибо вам за любовь к русской скоттории мы почти уложились в академическую пару а Продолжение следует...